Добрый день, друзья! Меня зовут Амир Ройтман, я президент клуба молодых бизнесменов. У нас в гостях всем известный Павел Зинган. Паш, привет! Добрый вечер! Паш, прежде чем мы начнем с тобой много говорить, хотелось бы понять, сколько вообще в твоей жизни было стартапов? И так вкратце о каждом, если ты можешь сказать. Вкратце. Если о каждом, то вкратце не получится. Вернее, если о каждом вкратце, то все равно не получится во время отведенной передачи. И, наверное, любой мой бизнес был стартапом, потому что он начинался с идеи, как правило, без особых инвестиций так сложилась жизнь. И поэтому они все были стартапами. Я для себя считаю, что у меня было три больших стартапа с точки зрения, что они потом привели к созданию нормального большого бизнеса. Это было создание компании по регистрации, это было создание у Молдовы. И это вот тот проект, который я сейчас делаю. Я пока не привык к его названию, поэтому я называю это мобильное приложение. Для меня Павел Зинган – это бренд. В какой момент ты понял, что твое имя и фамилия является брендом? И многие уже знают, может быть, тебя визуально не видели, но слышали Павел Зинган. Вот в какой момент ты понял для себя? Ну, наверное, такого момента, что 28 декабря я был еще Павел Кудрявцев, а 29 стал Павел Зинган. Такого, конечно, в жизни не было. Я думаю, что это произошло через несколько месяцев активной регистрации. То есть, когда был всплеск сначала перерегистрации, потом регистрации, к нам в день приходило 20-30 компаний. Это 60-70, иногда до 100 человек в день. И, соответственно, за три месяца через нас прошло там несколько тысяч человек. И они все привыкли называть меня Павел Зинган. И вот тогда этот бумеранг вернулся, и от них это слово стало уже кому-то передаваться. Типа, вы придите и встретите с Павлом Зинган. Но в тот момент уже люди стали забывать мою прежнюю фамилию. То есть, родился ты с фамилией? Кудрявцев. Я об этом узнал буквально на днях. Не только ты. Да, да. И тут, получается, появляется Павел Зинган. И это, получается, какой будет еще раз? 93-й, я думаю. Конец 92-го, начало 93-го. То есть, 24 года? 24 года я Павел Зинган. Ты Павел Зинган. И думаю, что еще какое-то время я побуду Павел Зинган. И я пока понимаю, огромное количество людей тебя знают как Павел Зинган. И когда ты называешь свою реальную фамилию, то... А с чем это связано? То есть, зачем это нужно было? Ну, я недавно даже написал про это, поэтому я думаю, что какая-то часть людей знает. Но на самом деле это было не зачем, а почему. То есть, никакой цели я не преследовал. Мне моя фамилия Кудрявцев нравилась. И моей дочке она, например, до сих пор нравится больше, чем ее фамилия Зинган. Но просто я сидел на приеме, поднимал трубку и говорил, «Здравствуйте, я Павел Кудрявцев, директор фирмы Зинган». И повторял это за день многократно. Фраза очень длинная, говорить неудобно. И я начал из нее по центру выбивать слова. То есть, я Павел Кудрявцев, фирма Зинган. Да, фирма Зинган. Я Павел Зинган. Я и так далее. То есть, осталось первое и последнее слово фразы, и к этому остался Павел Зинган. Сколько важно бренд, твой личный бренд, не бренд компании, а твой личный бренд, как руководитель. Вот, допустим, Павел Зинган, вот сложно понять, что сильнее, Павел Зинган, либо Ол Молдова. Вот как ты еще считаешь? Павел Зинган, к сожалению. Вот что, ну да, вот в твоей ситуации. В моей ситуации сильнее мой бренд, и это плохо. Почему? То есть, ну это не то, что хорошо для меня, учитывая, что Ол Молдова мой же бренд, то для меня же плохо. Есть предприниматели, которые выстраивают бизнес-процессы так идеально, что он может проводить, не знаю, там, три недели из месяца за пределами офиса, и офис работает как часы. Если бы я так умел работать, то тогда бренд Ол Молдова был бы намного круче, чем бренд Павел Зинган. В моей жизни все мои бренды очень тесно связаны со мной, может быть, потому что я никогда не рассматривал это как чистый бизнес, а скорее как образ жизни. То есть, мне нравится журналистика, мне нравится медиа, я буду этим заниматься, какое-то интервью напишу я, потому что мне его хочется написать. То есть, это не чистые деньги, когда ты считаешь доход, расход, прибыль. Это образ жизни. Поэтому в этом образе жизни в моем бизнесе слишком много меня, и, соответственно, для качества бренда бизнеса это хуже. Потому что, на мой взгляд, любой бизнес должен быть отчуждаемым. Вот по каким-то причинам ты хочешь его продать, и ты просто щелкнул, его купили, если он хороший. Ты щелкнул, его не купили, значит, он плохой. А если бизнес без тебя сразу резко падает в цене, то тогда получается, что твой бренд слишком доминирует над брендом бизнеса. То есть, «Олмолдова без меня», к сожалению, стоит меньше, чем со мной. Это неправильно. Ну, а все-таки, насколько важно, чтобы твой имя и фамилия это были брендом? Или это зависит от того, чего ты занимаешься? Разных бизнесов. То есть, если ты производишь… Хотя, на самом деле, я-то считаю, что это важно всегда. Я только что был на конференции ОМ Гура Кайнаруэ, и там выступал Данил Балабан, один из… Основателей. Ну, да, и управляющих брендов. И вот для меня важно, что эту воду делает он. То есть, когда я буду покупать воду в магазине, то, что у меня есть отношение с владельцем бренда, то, что у меня есть понимание, какой он человек, какие у него принципы и ценности, это может повлиять на мой выбор. И если, слома говоря, вся страна, ну, допустим, знает, что вот этот человек вот такой, и он производит эту воду, а другая вода без персонализации, то вполне возможно, что на выбор страны будет влиять, что она знает. Ну, просто нравится человеку, который это делает. Не знаю, почему многие актеры стали производить бренды вина. Ну, в смысле, покупать шато и делать вино уже под своим именем. Потому что его имя, оно что-то значит. И когда вино производится под его именем, тем самым увеличивается, скажем, возможность этого продукта. Поэтому я считаю, что человек должен присутствовать в своем бизнесе. Что чем выше твой личный бренд, тем лучше для бизнеса. Но при этом я считаю, что бренд бизнеса должен намного опережать твой личный. Вот в моей ситуации так не всегда было. Скажи, а вот как вот заработать бренд именем? То есть, что для этого нужно сделать? Какие шаги нужно предпринять, чтобы твое имя стало брендом? С одной стороны, нужно делать, ну, то есть, нужно выделяться. С другой стороны, здесь очень важен фактор времени. То есть, когда люди знают тебя, и ты более-менее стабилен в своих поступках, в поведении на протяжении многих лет, это и добавляет к тебе. То есть, я имею в виду, что за один год можно вспыхнуть, исчезнуть, и через два года про тебя никто не вспомнит. Но когда ты на рынке 5, 10, 15, 20 лет, тем более на таком маленьком, как наш, то тогда, конечно, твое имя запоминает все больше и большее количество людей, и стоимость твоего личного бренда от этого увеличивается. А если ты находишься на большом рынке, ну, допустим, Москва? Я думаю, что там почти невозможно сделать личный бренд только каким-то мегаэпатажем, либо… Блогером быть? И то я думаю, что, ну, вот сходу много ли ты знаешь блогеров? Я знаю Артемий Лебедев. Вот человек, который действительно смог сделать из своего имени бренд. И если говорить, ну, я даже олигархов московских не знаю. Ну, я имею в виду, что я не могу вот сходу назвать там 10 московских олигархов. Москва слишком большой город, и если ты не актер и не президент, то бренд тебя как бизнесмена очень сложно сделать известным в рамках города и тем более страны. То есть, меньше страна, легче этого добиться. Большая страна, нужно быть Ричардом Брэнсоном, чтобы тебя заметили, и чтобы ты действительно стал брендом. Ну, вот на весь мир, на самом деле, с десяток брендов людей, которых знает весь мир, не задумываясь. А дальше начинается торможение. То есть, если так взять, ну, вот, допустим, я в Молдове хочу стать известным, предпринимателем, ну, вы говорите, чтобы мое имя было брендом. То есть, я должен выступать на конференциях клуба молодых бизнесменов. Что еще я должен сделать? Статью себе написать? Заплатить All Moldova, чтобы опубликовали мои статьи? Разового решения не будет. То есть, я имею в виду, что от того, что ты напишешь одну статью, ее забудут через 5 дней. Тебе нужно системно на протяжении длительного времени делать что-то, чтобы ты еще был публичным. Ну, если мы говорим о бренде, значит, это публичность. То есть, если КМБ просуществует еще, не знаю, 10 лет, и на протяжении этих 10 лет оно все время будет меняться и улучшаться, добавлять что-то новое, и всегда будут говорить КМБ Амир Ройтман, КМБ Амир Ройтман, и все будут говорить о КМБ. Потому что в этом году вы организовали чемпионат парашютистов, в том году лучший молодой бизнесмен. То есть, все время что-то происходит. То тогда, конечно, все будут узнавать тебя, потому что они будут знать, что ты делаешь, а через твои действия будут уже и узнавать тебя. То есть, такого правила, как можно стать брендом, его не существует. То есть, просто нужно долгосрочность. То есть, я понимаю, что ключевое это время. То есть, ты брендом можешь стать только со временем. Ну, или мегаяркость. Но мегаяркость, она хороша для актера или для певца. Я спел, ну, в конце концов, у меня суперголос, я спел какую-то песню, все меня заметили, я стал за три месяца брендом. Но бизнесмен не певец, он не может за три месяца щелкнуть и создать что-то такое. На все нужно время. Любой открытый новый ресторан, туда может зайти весь город, но пока он станет признанным в городе рестораном, нужно время. Скажи, если вот, допустим, в завершение дать какой-то определенный посыл, многие смотрят и говорят, ну, блин, вот классно, я хотел бы быть Павелом Зинганом, что меня все знали, чтобы я мог вести легко переговоры, и вот так все у меня гладко вышло. Какие есть рекомендации, кроме того, чтобы любить окружающих и быть искренним? Вот есть еще какие-то качества, которым должен обладать человек для достижения вот таких результатов, как у тебя получается? Ну, на мой взгляд, это стрессоустойчивость. То есть, нет, если говорить о коммуникациях, то... Ты же не только коммуникацию используешь во время беседы, контакта с человеком, для того, чтобы добиться своих каких-то результатов. Понятное дело, когда мы встречаемся с мистером X, мы преследуем какую-то конкретную цель для достижения. Вот мы должны владеть навыками коммуникации и еще там... Вот если вот рассказать о том, когда ты планируешь встретиться с очень важным человеком, и тебе нужно обладать определенными качествами, которые приведут у тебя к результату. Вот ты как считаешь, какими навыками должен обладать менеджер, руководитель, предприниматель при встрече с очень важными персонами? Я очень ценю спокойствие и искренность. То есть, иногда я сталкиваюсь с людьми, которые говорят слишком много и слишком быстро, и за этим количеством слов и темпом сразу, ну не сразу, но очень часто никакой ценности. То есть, то, что он хочет сказать, не стоит ничего. Он говорит много, не по делу и никак не может... То есть, то, что можно изложить за одну секунду, он излагает 10 минут, путанно, сбивчиво. И зачем это было делать, непонятно. То есть, на мой взгляд, спокойствие и искренность, они помогают вести переговоры. Потому что спокойствие как бы передается собеседнику, и он тоже приходит в такое нормальное медитативное состояние. А искренность, потому что, ну, это то, что, по-моему, люди очень ценят. Это то, что не хватает зачастую в жизни. И когда они сталкиваются с искренностью, это их подкупает. Вы знаете, я вот понял одно. Мне было бы хотелось узнать секрет Павла Зингана. Вот в чем заключается секрет? Наверняка есть что-то, откуда черпают знания, информацию Павел, и потом это просто внедряют и создает классные проекты. Я понял одно, что на самом деле просто Павла естественный человек. Он искренне любит то, чем он занимается, и вот эта любовь передается. Потому что бренд Павла Зингана не просто бренд, это бренд продуктов, которые на самом деле приносят пользу. Паш, тебе большое спасибо, было на самом деле интересно. Я для тебя уже очень много подчеркнул и стал лучше тебя понимать. Спасибо за встречу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!